пару слов вкусно а что больше нравится мясо или картошки или все мясо да друзья вот я думаю этого достаточно чтобы понять что это вкусное блюдо друзья всем огромный привет цимха студии сегодня приготовим очень вкусное блюдо когда-то давно мы его готовили много-много лет назад готовили не так как будем готовить сегодня в общем это блюдо кавказской кухни я не буду утверждать точно откуда оно произошло во всех регионах много где на кавказе его готовят все готовят по-разному но как правило готовится из сезонных овощей называется она хашлама в оригинальном рецепте используется чаще всего баранина но мы с бараниной не очень дружим поэтому будем готовить сегодня из говядины блюдо хашлама потребуется говядина здесь полтора килограмма говядины посмотрите какой шикарный кусок то есть можно брать на косточки и еще раз повторюсь нет такого что надо обязательно готовить там из говядины или из баранина берите свое любимое мясо которое вам нравится главное чтобы получилось вкусно также потребуется картофель здесь около килограмма перец это сладкий перец ромира называется мне он нравится больше чем болгарский вот этот как я его называю пластмассовый для красоты взяли еще вот такой перец болгарский 5 луковица томаты черри опять можно заменить на обычные помидоры любые с огорода с рынка абсолютно любые главное молодой чеснок огромное количество зелени так как блюдо у нас кавказской кухни мы будем использовать приправу уцха сунели это основная приправа можно использовать хмели сунели и соль перец блюдо в принципе готовится просто не требует каких-то навыков единственное что его надо долго томить на это уйдет время на всю подготовку я думаю идет минут 10 максимум 15 готовить будем в казане казан уже подготовили здесь ну и в принципе начинаем приступим начнем с того что порежем мясо в этом блюде ничего не надо мельчить то есть вот берем мясо и режем его на куски примерно в половину шашлычных то есть вот такие мельче делать не надо и укладываем на дно холодного казана перерезаем все мясо и укладываем уже все показывать не будем просто как вам нравится в хаотичном порядке кстати если кто-то любит можно еще крупнее но просто на томление на готовку блюда уйдет больше времени если резать более крупными кусками перерезаем мясо посмотрите на этот просто шикардос мясо с рынка никакое ну как сказать не магазинная а это именно свое мясо у нас свои уже мясники у которых годами покупаем мясо если смотрите вам всем привет и перерезаем и укладываем но стараемся как бы в один слой если мясо будет у нас чуть больше ну пусть будет в 2 но стараемся чтобы мясо прилегала к стенке казана порезали и положили ну в один слой практически получилось мясо и обязательно присолим и поперчем ну соли сами знаете да добавляйте по вкусу перчик и так чуть-чуть тоже и обязательно приправу в нашем случае уцхо сунеля вот очень ароматная приправа друзья рекомендую прям сразу запах кавказской кухни вот так вот потом еще немножко сверху добавим блюдо будет готовиться в собственном соку то есть ну приправа у нас вся разойдется следующим слоем а на мясо отправляем лук лук режьте также как вам удобно но мельчить его не надо мы порежем его перьями можно полукольцами тут не имеет никакого значения лука надо много тут даже дело не в том что любите вы его или нет лук даст свой сок луковый сок очень хорошо работает с мясом и мясо размягчается будет очень мягкое мясо поэтому просто перерезаем перьями все луковицы три мы добавим сейчас на мясо а потом повторим через несколько слоев еще добавим лука ну чтобы у нас так микс был микс и третья луковица а 2 оставим добавим их немного позже кто-то кладет вообще целиком и картофель ну как бы это вот есть блюда которые готовятся именно все крупными кусками та же самая шурпа допустим я ел в каком-то заведении не помню то есть там картошина вот такая она вообще не режется там кусок мяса такой кладут кусок картошки морковь там чуть ли не пополам ну вот такая вот тема лук естественно сейчас ничего не присаливаем просто сделали слой лука на него добавляем перец у перца сейчас мы избавимся от семян сюда уже можно раскрываем здесь кстати здесь вообще вон только сверху и вот эти вот перегородочки пленочки ну по возможности тоже можно удалить и перец нарезается просто вот такими вот кругляшками кольцами кольцами на но он ломается не ломается тут не имеет значения 1 и кстати хотел обратить внимание то что блюдо совершенно ну как объяснить очень полезная еда потому что здесь не добавляется никакого масла ничего не жарится то есть все готовится вот грубо говоря овощи и мясо вы также едите овощи и мясо все ничего лишнего здесь не жира ничего то есть ну полезная пища скажем так полезная вкусная еда удалили семена перегородки и точно также нарезаем отправляем в казан далее мы укладываем картофель который мы порежем просто вот такими вот шайбами если мелкая молодая картошка ее вообще прям помыть просто и целиком можно укладываем также стараемся сделать слой сейчас на картофель займет какое-то время сейчас порежу уложу и тогда уже продолжим положили слой картошки и немножечко также при солим при перчем так пока достаточно далее у нас идут помидоры я взял двух видов только для красоты блюда помидорки режем пополам кстати лазерсон учил резать их именно вот так вот илья привет то есть на смотрите для примера покажу некоторые тащи многие я всю жизнь резал вот так а вот так посмотрите какой красивый срез то есть вот помидорку резать именно вот так но это как по мне это тоже выглядит красивее или красивее перерезаем пополам помидорки хотя в принципе можно было их и целыми запустить они маленькие при приготовлении они все равно но потеряют свою форму отдадут сок и так далее то есть тут принципиально и нету такого что нарезать надо именно так так реально пока что красиво порезали помидоры разных цветов и обратили внимание очень сильно ароматная вот это вот веточка сама прям пахнет только что сорванными помидорками поэтому решили одну положить прям с веточкой чтобы аромат вот этот помидор передался всему блюду так будет вкуснее все у нас осталось дальше порезать две луковицы не будем занимать ваше время порезать две луковицы и порезать перец вот такой тоже будем использовать но удалим перегородки и семечки и уже ну как порежу тогда уже чтобы не отнимать не ваше не наше время добавили перец и лук все порезали опять немножко добавляем соли ну не прям на каждый слой то есть террас мы добавляем так чтобы соль равномерно везде было у нас присутствовал немножко перчика смотрите уже как красиво вот эстетически даже это блюдо выглядит на дне мясо потому что тут самое главное по слоям сейчас быстренько скажу не то в какой очередности класть все остальные слои самое главное на дно казана положить мясо потому что сок от всех овощей будет естественно у нас на дне и мясо будет готовиться в этом соке весь его положить наверх ну как она получит что она будет париться вот так вот прям берем целиковые две головки молодого чеснока и зелень у нас здесь петрушка укроп и зеленый лук мы прям берем режем вот так вот на три части и укладываем сверху от зелени нам нужен только аромат вот такой огромный пучок делаем такую шапку из зелени все прям со стволами даже это наоборот хорошо то есть есть их потом не обязательно но аромат такой дадут друзья что все блюдо насытиться ароматами зелени все идем на улицу разжигаем печку и ставим на медленный огонь ну и все друзья оставим казан на печку готовить будем на газовой печке можно там на дровах у кого вот зажигаем и еще отрегулируем пламя на самом-самом маленьком огне накрываем крышкой наше блюдо будет томиться два часа все зависит от мяса какое мясо использовать если мясо молодое хорошее можно и за полтора приготовить есть совсем дубовая старая и два с половиной и три пускай томится все осталось только ждать друзья но все прошло ровно два часа заглядывали туда как бы по жидкости было все нормально но не пробовали поэтому открываем ароматы стоят вот честно ребята даже соседи по гаражу обязательно сейчас тоже угостим у нас тут школьники пришли артем димановский сын айрата и тебя как зовут артем тоже до 2 артема и айрат и будем сейчас дегустировать им тоже не терпится попробовать и жены пришли у нас но они как бы за кадром сниматься не хотят поэтому давай пока что вилки артем можешь на одну куда-то пока тарелку смотрите как все выглядит сейчас буду прям брать вот по жидкости вся практически ушла вот на дне на на дне не но не гореться чуть при жарилась она не горелая может быть но не добавляли ни грамма жидкости ребята ни разу не пробовали я думаю перемешаем давай сейчас все короче ну чтоб все вместе помидорки кстати это была глупая затея их что-то там резать не резать потому что они превратились сами видите во что ну вот по жидкости и вот есть да 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 не ну как бы все окей я не вижу что но ну чуть при жарилась наоборот еще жареная хашлама и вот так прям зелень укладу зелень может не есть как будет такое не ну попробует что я как бы это помногу пока не буду вдруг не будут вообще есть да так а еще добавки без проблем конечно и все прямо так вот перемешку чесночок вот но кто любит как бы без прав конечно 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 мясо везде было любые кому кому какая нравится такие и берите расхватываете картошечка мясо овощи я думаю что очень горячо еще поэтому ну чуть-чуть как раз придется подождать пока подостынет что пробовать и и я уже вижу знает что опять и ингредиенты покупались не в каком-то определенном количестве но как сказать я бы картошечки допустим побольше бы взял бы потому что ну на мой взгляд и и здесь не хватает а так в принципе ну давайте еще пацаны бригада пробуем берите любую тарелку кому какая нравится пробуйте говорите свое мнение но чуть-чуть но не ешь как бы тут и сама а я прям зелень вот ну как сказать со стволами укропа настолько она все мягкая разварилась и пробуем мясо самое главное попробовать мясо что было мясо готова потому что картошка видно она вся за чопка не за чопка не говядина распадается практически по волокнам очень мягкая не вообще все четко с одной стороны вот гнука ну как было немножко при жарилась но опять друзья хочу сказать что не грамма воды мы не добавляли то есть все готовилась собственном соку и ну раза три я поднимал крышку просто заглядывал еще раз смотри объясню у нас на улице ветер был сильный и отрегулировать минимальный жар было практически невозможно у нас газ горел больше чем на половину на две трети допустим но половину выдувала до возможно из-за этого и кто будет готовить дома кстати дома это блюдо вообще без проблем приготовить берите толстостенную кастрюльку либо казанок дома на плите минимальный жар и томление долгое томление давай что это означает так пальцем есть друзья ну и по блюду я скажу свое мнение ребят сейчас скажет свое это очень вкусная самое главное полезная пища потому что здесь не грамма масла не грамма никакого жира никакой обжарки это томленое мясо с овощами в собственном соку то здесь целиком натур продукт все зависит конечно того какие вы купите продукты да есть с огорода или у кого-то там это вообще будет идеально а так приправа обязательно друзья уцка сунели вот это приправа у нас целая банка еще хорошо когда есть запасы ароматы стоят просто вот мы два часа дышали ароматами ребят даже соседи по гаражу восхищались ну я думаю видно да как говорится показатели если дети едят говорят вкусно парни еще чего сказать пару слов вкусно а чё больше нравится мясо или картошкой или все мясо да друзья вот я думаю этого достаточно чтобы понять что это вкусное блюдо кому понравилось видео ставим большие пальцы вверх кому не понравилось два раза лайки жмите поделиться друзья кто не подписан подписаться поставить лайк и обязательно писать комментарий и кстати пишите комментарии чье все-таки это блюдо какой страны да я сказал кавказская кухня потому что не хочу сейчас скажешь там назовешь чью-то страну да скажут что нет она взялась оттуда не хочу наводить срач как говорится в комментариях да поэтому все всем пока до новых встреч парни попрощайтесь со зрителями пока